Добрый день, уважаемая Ирина Николаевна, уважаемые коллеги. Рада представить вам такую интересную тему, как физиология роста. Самая я, как уже Ирина Николаевна, представила работу в эндокринологическом научном центре, как он раньше назывался, сейчас называется «Номиция эндокринологии». Тема роста для меня на данный момент основная, хотя я с удовольствием занимаюсь и другими вопросами. Сейчас особенно рассматриваю вопросы ВДКН. Итак, к росту. Как еще Джеймс Таннер сказал в 80-х годах, рост – это зеркало здоровья ребенка. И, конечно, любые нарушения роста должны вызывать незамедлительные вопросы у врача, у родителей. И нужно искать ответы на эти вопросы. Но я бы хотела с вами сегодня поговорить на тему о норме. Что же такое норма? Если рассматривать чуть более широко этот вопрос, то норма имеет несколько вариантов определения. Во-первых, это то, что случается наиболее часто. Не обязательно то, что наиболее оптимально. То есть норма и здоровое состояние не всегда соответствуют друг другу. С другой стороны, норма – это также эмоциональное восприятие себя, поскольку эволюционно у нас заложено желание быть нормальным, не сильно выделяться из общей массы. А также норма – это то, что регламентировано высшими органами здравоохранения, ВОЗом и так далее. Итак, рост. Рост живой системы – это увеличение его размеров с течением времени. В принципе, всё логично и понятно. Часто в биологических системах этот рост совпадает с созреванием или старением. Эти процессы противодействуют друг другу. Но у животных систем, то есть у живых систем и особенно у человека следует различать линейный рост и биологическое созревание организма. То есть то, как ребёнок растёт, с каким темпом, с какой скоростью роста он растёт, не обязательно отражает его биологическое зрение. И если мы видим, что один ребёнок в 12 лет вроде как отстаёт в росте на голову от своих сверстников, а другие уже ушли вперёд, обязательно нужно обращать внимание на его темпы созревания, на его биологический возраст, прежде чем ставить ему диагноз низкорослости. Что такое биологический возраст? Чуть более подробно. Биологический возраст – это синтетическое такое понятие, которое складывается из нескольких аспектов. Наиболее доступно к обследованию считается костный возраст. То есть это возраст созревания костей. Мы смотрим чаще всего по костям запястья. Можно делать рентген и, соответственно, посчитать. Это очень простое базовое исследование. Также мы обращаем внимание на стадию полового развития. Для этого необходимо спросить у родителей, когда начиналось их половое развитие, поскольку ребёнок мог унаследовать некую предисположенность к отсроченному пубертату. И тогда не стоит от него требовать невозможного. Стоит просто подождать, пока он нагонит свой генетически детерминированное время для пубертатного развития. Некоторые специалисты обращают внимание и на возраст прорезывания зубов, но этот критерий не получил столь широкого применения в клинической практике. А также уровень психического и интеллектуального развития. Это тоже отражает биологическую зрелость ребёнка. Ну и, как я уже сказала, что не все дети одинакового хронологического, то есть календарного возраста, находятся обязательно на одинаковой стадии биологического развития. И, к сожалению, на сегодняшний день мы не обладаем таким синтетическим критерием, не можем померить всё и сразу, и в общей суммарной сложности сказать, что этот ребёнок находится на такой стадии развития. Все методы, которыми мы обладаем, они оценивают или то, или иное, и врачу приходится самому решать, насколько этот ребёнок отстаёт от общей популяции, опережает её или находится в пределах норм. Какие есть стадии роста человека? Хотела здесь обратить внимание на то, что рост человека достаточно уникален по сравнению с другими животными. Уникален он тем, что есть продолжительная фаза детства, которой нет у других животных. Это связано с тем, что человек обладает большим мозгом, ему нужно больше времени для развития этого мозга, для развития синаптических связей, для адаптации в социуме. Поэтому природа придумала человеку такой некий особенный возраст и особенную продолжительность созревания. Итак, посмотрим. Рост имеется пренатальный или фитальный. И во время пренатального роста действует так называемое пренатальное программирование. То есть те условия, в которых мама находится во время беременности, они влияют на ребенка внутриутробно. И есть исследования, которые говорят о том, что, допустим, депривация в питательных веществах, например, в еде, исследования в того мировой войне, когда женщины беременные, женщины были ограничены в еде из-за военной ситуации. Вот такие условия экстремальные могут в дальнейшем вызывать неблагоприятные состояния у ребенка. Это и нарушение метаболизма, нарушение роста и так далее. Дальше это младенчество. Младенчество характеризуется ускоренным ростом. Ребенок очень быстро набирает вес, растет. И существуют пересенительные таблицы именно с нуля до двух лет, до трех лет, поскольку этот рост достаточно уникален для этого возраста. Дальше, как я уже сказала, продолжительная фаза роста – это детство, когда и скорость роста устаканивается, и ребенок растет более равномерно. При этом нужно сказать, что именно во время младенчества наиболее часто происходит переход ребенка от одной пересенительной линии к другой. То есть он может соскочить с той пересенительной линии, где он изначально рос, ниже или выше. И, в принципе, это является вариантом нормы. Это не стоит рассматривать как некоторую патологию. В детстве рост ребенка устаканивается и фиксируется на более-менее одной кривой. И здесь уже, если ребенок уходит с этой кривой, это должно вызвать больше вопросов. Дальше, ювенильный период, пубертат. Мы все знаем, что в пубертате дети имеют скачок роста из-за половых стероидов и в итоге достижение конечного роста. Здесь я представила вариант пересенительных таблиц. Это американские пересенительные таблицы. Они есть разные. Есть вузовские, есть американские, есть национальные. Почему важно иметь национальные пересенительные таблицы? Потому что популяция от популяции отличается. Например, самая высокая нация на Земле сейчас считается голландцы. Если мы будем мерить ребенка и попытаемся отложить его рост на голландской кривой, то мы в 80% случаев будем получать низкорослость. Если мы будем откладывать ее на кривой для пигмеев, то мы будем в 80% случаев получать высокорослость. Поэтому, конечно, желательно иметь свои национальные, даже, я бы сказала, этнические кривые росты. Но это не всегда, к сожалению, возможно. Здесь вы видите пересенительную таблицу от 0 до 3 лет, от 2 до 20 лет, а справа – это пересенительная таблица индекса массы тела. Итак, скорость роста. С какой скоростью ребенок растет? Как быстро изменяется его рост с течением времени? Это не является скоростью созревания. То есть, когда мы мерим, насколько ребенок вырос, не факт, что мы можем сказать, что он за это время настолько-то на год созрел. Об этом нам может только сказать динамика изменения костного возраста, которую мы, опять же, можем посмотреть на рентгенограмме кисти. Обычно это мерится, чаще это мерится в сантиметрах в год или сантиметры полгода. Почему желательно не меньше и не больше? Потому что повышается погрешность измерения. То есть, если измерять ребенка чаще, то скорость роста будет в меньшей степени соответствовать ее настоящим критериям. Таким образом, скорость роста – это всего лишь разница в росте между двумя точками измерения, желательно раз в год или раз в полгода. Скорость роста человека. Как я уже сказала, она отличается во многом от других животных. У ее человека есть несколько скачков роста. Это постнатальный скачок роста, если его можно таковым назвать, потому что, в принципе, человек рождается, и он все еще продолжает очень быстро расти, продолжает быстрый рост, который у него был на фитальном периоде. Но это скорость роста, как вы видите на этой таблице. Тоже это председательная кривая для скорости роста. Скорость роста достаточно быстро снижается. Вот где-то к 2-3 годам она уже достаточно низкая. Дальше должен быть скачок роста еще где-то в 6-8 лет. Он, к сожалению, не всегда отражается на председательных таблицах, но он есть и обусловлен активацией надпочечников. Поэтому, когда ребенок находится в этом возрасте, дети, кроме того, что у них скачок роста, есть некоторая дезадаптация нервной системы, могут появиться неврозы, тики. К тому же ребенок идет в школу, это дополнительно нагружает его. В этом периоде нужно особо внимательно отнестись к ребенку, поскольку его организм проходит важную стадию этого скачка роста. Между этим скорость роста достаточно константна, около 6-8 см в год. После скачка роста она снова константна, уже до пубертатного скачка роста. Пубертатный скачок роста обусловлен половыми гормонами, как я уже сказала. У девочек он составляет до 20 см, у мальчиков в общей сложности до 25 см, а то и 30 см. Это я хотела бы кратко обозначить то программное обеспечение, которым пользуются детские педиатры, в СССР в центре эндокринологии. Программа Auxology фирмы Pfizer основана на исследовании КИКС, очень известное исследование, которое Pfizer ввело. Мы здесь можем рассчитать рост, скорость роста, СД скорости роста, это статистическая величина, а также рассчитать целевой рост и прогнозируемый рост в сочетании с костным возрастом. То есть все эти параметры можно вносить в эту таблицу, и она выдаёт достаточно полноценную аналитику роста и прогнозы роста для ребёнка. Дальше это программа Growth Analyzer, голландская программа, чрезвычайно удобная для использования. Вместе с тем, я должна сказать, что она, наверное, скорее важна специалисту, хотя там есть удобные варианты отслеживания своего прогресса. Если ребёнок, допустим, лечится гормоном роста, удобно следить за тем, какой у него прогресс лечения. А также на сайте Альфа-Энда благотворительная программа висит калькулятор, разработанный нашими коллегами для расчёта конечного роста при терапии гормоном роста. Может быть, кому-то это может быть полезно, если у вас наблюдается ребёнок на терапии гормоном роста. Хотела бы кратко сказать о таком феномене, как кетчап growth. Редко это переводят на русский язык, но по сути это догоняющий рост. Я бы хотела обратить внимание на то, что это физиологическая норма, потому что есть брат-кузин для этого понятия, а именно rapid growth, то есть быстрый и ускоренный рост. Это считается не нормой патологии, то есть ускоренный рост после рождения ребёнка должно вызывать сомнение у врача и желательно показать специалисту. А в ситуации, когда рост ребёнка или созревание ребёнка было приостановлено из-за стечения обстоятельств, это могла быть болезнь, это могли быть социоэкономические факторы или неблагоприятные психоэмоциональные факторы, рост ребёнка мог приостановиться или замедлиться. При устранении этих факторов рост начинает догонять то, что он упустил за то время воздействия этих неблагоприятных факторов. И, по идее, ребёнок должен выйти снова на ту процентильную кривую, на которой был до воздействия неблагоприятных факторов. Итак, какая есть совокупность регуляции роста? Как я уже сказала, это эпигенетические, естественно, это генетика, которая располагает ребёнка к определённому целевому росту. А генетику ему даёт родители. Но также есть эпигенетическое программирование. То есть эпигенетика — это совокупность тех механизмов, которые приводят к регуляции генов. То есть от этих механизмов зависит, будет ли ген активен, будет ли он экспрессироваться или не будет экспрессироваться. Но эта регуляция происходит без изменения структуры самого гена. К таким вещам относятся, например, метилирование. Эти эпигенетические факторы, они могут зависеть от факторов внешней среды. То есть, как я уже говорила, если, допустим, мама на ранних сроках беременности или на более поздних сроках беременности была подвержена каким-то экстремальным неблагоприятным факторам, то это могло повлиять на структурную упаковку генов, на их регуляцию экспрессии. И в итоге ребенок может быть далее предрасположен к сахарному диабету, к нарушению толерантности глюкозы, к лишнему весу или к низкому росту. Хотя такой четкой зависимости от питания матери или даже питания ребенка и роста не получено в экспериментальных и наблюдательных моделях. И специалисты просят не так резко связывать эти два понятия. Питание для ребенка в любом случае важно, и питание мамы тоже. И, конечно, есть наблюдение о том, что недостаточное питание может снизить корость роста ребенка или затормозить рост ребенка. Но обычно, когда нормальное питание восстанавливается, то восстанавливается и рост, и скорость роста ребенка. Вместе с тем, возвращаясь к голландскому исследованию, от 1944 года было такое наблюдение, что некоторые дети рождались низкорослыми, если мать была подвержена голоданию на ранних сроках беременности. И эта низкоросленность даже передавалась через несколько поколений, но потом восстанавливалась. Также гормональная регуляция, конечно, это и гормон роста, и инсулиноподобный фактор роста. Это стероидные гормоны, то есть половые гормоны, гормоны щедовидной железы. Совокупность гормонов регулирует рост как пре- так и постнатально. Психологическое состояние очень ощутимо может влиять на рост ребенка. Если вы видите, что с точки зрения соматики у ребенка все в порядке, и причина задержки роста не ясна, обратите внимание на его эмоциональную составляющую, на психологическое состояние в семье. Может быть, он не справляется с нагрузкой в школе или что-то подобное. Эмоциональная составляющая важна для роста. А также социально-экономические факторы. Тоже неоднократно это было показано и доказано, что во время неблагоприятных социоэкономических ситуаций рост ребенка может приостановиться, потом возобновиться после устранения тех факторов. Я не буду долго задерживаться на этом слайде. Это скорее для, наверное, деталей уходит. Но к некоторым факторам, которые влияют на эпигенетическое программирование у человека были выявлены, кроме питания, это артериальное давление матери, курение и сахарный диабет у матери. Итак, еще раз по младенчеству. Что самое важное для младенца с точки зрения роста? Это, конечно, питание. И, как я уже сказала, питание может задерживать рост, но не обязательно. И не стоит проводить такую четкую связь. Но вместе с тем, к этому нужно внимательно отнестись. И, как я уже сказала, наиболее часто пересечение перецидентельных линий на перецидентельных таблицах. Во время детства скорость роста, как я уже сказала, более стабильна, 6-8 см в год. И ребенок более устойчиво стоит на своей кривой роста. Этот феномен называется трекинг. Может быть, вы когда-нибудь услышите. Еще трекинг, значит, константное нахождение ребенка на своей кривой роста. В этом возрасте гендерных особенностей вы не увидите. Обычно кривый рост мальчиков и девочек совпадает, они похожи. И, в отличие от младенчества, факторов гормональных регулирующих рост в детстве становится больше. То есть добавляется еще гормон роста и его каскад реакции. И, как я уже сказала, в 6-8 лет имеется адренархия, который приводит к небольшому скачку роста. Во время пубритата мы наблюдаем выраженный скачок роста. У мальчиков примерно в 14 лет пик скорости роста. У девочек примерно в 12 лет. И обычно, когда у девочек начинается менструация, то скорость роста резко снижается. И для девочек рост прекращается, но сильно снижается, практически прекращается. Еще важно здесь сказать, что самая большая, наверное, погрешность для любых предиктованных моделей, которые пытаются рассчитать конечный рост ребенка, они в пубертатном возрасте наименее точны. Поэтому изморять ребенка и прогнозировать его конечный рост очень неблагодарное дело во время пубертата. Может быть, вы, я не уверена, знаете ли вы возраст закрытия зон роста кости? Я бы, если вы не против, хотела бы вас спросить, как вы считаете, когда закрывается зона роста кости и когда прекращается рост ребенка в 14-18, в 21-25 или в 16-20 лет? Ну вот, кто за первый вариант? Можно вас спросить? Поднять руку, может быть? Второй, да? Да, действительно, очень приятно. Интернологи не все знают. Действительно, это достаточно позднее время закрытия зон роста. Несмотря на то, что мы смотрим чаще кости кистей рук, но есть еще и другие зоны роста, которые закрываются позже, чем кисти рук. Они привносят свой вклад в рост ребенка, уже взрослого человека, да, в 20 лет, хотя он не столь значительный. Итак, гормональная регуляция роста. Конечно, в первую очередь, особенно после двух лет, это гормон роста. Это основной действующий, воздействующий гормон на постнотальный рост. И в первую очередь он стимулирует выработку инсулиноподобного фактора роста, который уже непосредственно действует на клетки, на клетки костей. И, хотя гормон роста и сам тоже стимулирует хондрогенез в зонах роста, но считается, что основное его действие все-таки опосредовано через инсулиноподобный фактор роста. Инсулиноподобный фактор роста есть первый, но, к слову, есть и второй. Считается, что ИФР-2 более значим во время внутриутробного развития, а после рода рождения ребенка он уже не столь актуален, становится более актуален инсулиноподобный фактор роста-1. Влияет на ряд процессов, в частности, на пролиферацию, биотрофию, то есть на созревание и рост костей. Инсулин также может влиять на рост. Недаром ИФР называется инсулиноподобный фактор роста. Это родственные факторы роста, родственные гормоны. И инсулин также может связываться с рецепторами ИФР-1 и увеличивать скорость роста. Но может и конкурентно связывать. То есть этот баланс должен соблюдаться в правильном направлении. Гормоны щитовидной железы актуальны как во внутриутробном периоде, так и постнатально, сразу после рождения ребенка. Обладают важным влиянием на костную ткань, способствуют регулировать минерализации ткани и регулировать плотность ткани, дифференцировку хондроцитов, то есть клеток, которые в итоге должны пополнить костную ткань. Ну и, конечно, пособствуют умственному развитию. Половые стероиды, как мы уже неоднократно сказали, особенно их эффект введен во время пубертата. В большей степени речь с точки зрения роста и закрытия зон роста, то есть созревание кости идет по линии женских половых гормонов, эстрадиол. Но у мальчиков тестостерон превращается в эстрадиол, и тестостерон опосредованно влияет на рост и гормон роста. Было доказано, что половые гормоны снижают обратную негативную связь инсулиноподобного фактора роста на гормон роста, и таким образом способствуют не только его большему выделению, но и более усиленному действию на ряд клеток и органов. Также лептин – гормон, который принято в первую очередь считать составляющим регуляции аппетита и веса. Он тоже может влиять на секрецию гормона роста, а также на регуляцию хондрогенеза в зонах роста кости. Здесь я хотела такую совокупную табличку собрать, чтобы вам было более наглядно, какие процессы регулируются какими гормонами. Стимуляция и секреция гормона роста на это влияют, и половые гормоны эстрадиол, тестостерон, и лептин. Хотя, кстати, и сам эфер-1 тоже влияет, поскольку он даёт отрицательную обратную связь. Если эфер-1 много, то секреция гормона роста снижается. На мобилизацию и прореферацию стволовых клеток имеется в виду кости, влияет и сам гормон роста, и эфер-1 на гипертрофию, то есть увеличение этих клеток, разрастание. Как вы видите, все гормоны влияют. Секреция внутриклеточного матрица для формирования среды вокруг клеток это в большей степени щитовидные гормоны, особенно трииотеранин. Оссификация гормона роста, эфер-1 тоже щитовидные гормоны. Ну и, конечно, закрытие зон роста, это в большей степени эстрадиол и тестостерона, опосредованно через превращение в эстрадиол. Кратко хотела бы остановиться на гормоне роста. Генов, которые ответственны за развитие передней долги кофиза, в которой содержатся мототрофы, выделяющие гормон роста, их мы знаем множество. Здесь представлены самые популярные, в которых наиболее часто выделяются мутации. После того, как гормон роста выделяется гипофизом, он действует на рецепторы гормона роста в различных тканях, запускается сигналинговый путь внутриклеточный, и эффектом, результатом этого всего должно быть выделение инсулиноподобного фактора роста, который уже более локально, паракринно влияет на клетки. То есть гормон роста влияет скорее эндокринно, распространяется дальше по всему организму, и ФР1 скорее локально действует на клетки. Что может регулировать секрецию самого гормона роста? Множество факторов. Начнем с более таких физиологических, что ли. Это сон, физическая нагрузка и адекватный режим питания. Ребенку очень важен режим сна, тоже с точки зрения роста. Если, опять же, вы видите пациента, родители жалуются на низкий рост, обязательно спросите про режим дня, как ребенок питается, спит, поскольку, как мы знаем, пик секреции гормона роста происходит вечером, где-то от 9 до 11 вечера. И если ребенок до 12 часов гуляет, не спит, это не самый благоприятный фактор, и с точки зрения роста тоже. Я уж не говорю о психологическом состоянии ребенка. Дефамин, гипогликемия могут вызывать стимуляцию гормона роста. Это мы используем часто при стимуляционных пробах. Вы, наверное, слышали о таких. Когда мы хотим узнать, насколько действительно имеет место дефицит гормона роста, мы используем инсулиновые пробы. При введении инсулина мы вызываем гипогликемию, в ответ на что мы можем получить выброс гормона роста. Ну и ряд других факторов я, пожалуй, не буду на всех подробно останавливаться. К подавлению секреции гормона роста тоже может привести ряд факторов. Высокий индекс массы тела. То есть повышенная масса тела – это сейчас очень популярная и важная, актуальная тема для всего мира, для России в частности. Это не самый благоприятный фактор с точки зрения ростового прогноза. Кроме того, что повышенный индекс массы тела заставляет кости зреть быстрее, к тому же он и подавляется секрет сухармона роста. И, конечно, глюкокортикоиды. Можно обратить внимание, если ребенок получает глюкокортикоиды по каким-то причинам, вполне ожидаемо у него отставание в гости медикаментозное. Хотела бы еще раз вас спросить, с вашего позволения, как вы думаете, какая формула здесь представлена? Вот рост мам плюс рост папа по ребенку на 2 и плюс-минус 6 сантиметров. Это конечный рост, целевой рост или прогнозируемый рост? Это целевой рост. Прогнозируемый рост зависит в том числе от нынешнего биологического зрения ребенка, созревания. Давайте посмотрим более подробно на все эти три понятия. Конечный рост – это тот рост, который достигается, как раз эксперты даже считают, что на третьем десятке жизни человека. То есть, возвращаясь к тому, что некоторые кости зазревают только 25 лет, человек до этого времени может все еще немножечко, но расти. Но мы, конечно, не используем такое понятие. В клинике мы чаще используем почти конечный рост, который вот 18-20 лет мы определяем, как, условно говоря, конечный рост. Хотя это не совсем правильно. Есть вариации конечного роста. Они могут быть как исторические, то есть люди раньше были ниже ростом, чем они сейчас, очень популяционные. То есть, пигемии маленькие, голландцы большие, разница до 40 сантиметров. Гендерные вариации между мужчиной и женщиной до 15 сантиметров. При этом интересно иметь в виду, что чем выше средний рост популяции, тем сильнее разница гендерная. Ну и внутрисемейные, конечно, вариации тоже есть. Папа, мама, сестра, братья – они все немножко разного роста. Как рассчитывать конечный рост? Во-первых, нужно знать средний рост популяции. Для России это особо актуальный вопрос, поскольку у нас многоэтническая страна, и если дело все по науке, то у каждого этноса должна быть своя кривая роста. Мы с вами понимаем, что это практически неосуществимо. Также нам нужно знать рост родителей, а также актуальный статус зрелости ребенка, то есть, насколько созрели у Кости, насколько в пубертате он или еще нет. Ну и также, конечно, анамыз жизни самого ребенка. Ну, как я уже сказала, что любые представленные формулы несовершенны в том смысле, что они не учитывают все представленные желательные критерии. Если мы имеем, допустим, кривой рост ребенка, мы можем отложить там точку костного возраста и примерно на глаз определить, какой у него будет целевой или конечный рост. Но мы не можем учитывать стадию пубертата, мы не можем учитывать стадию прорезанных зубов. Одна формула учитывает одно, другая формула учитывает другое. Поэтому такой сабиотической формулы, к сожалению, нет. Прогнозируемый рост. То есть, например, форма для целевого роста, это как-то то, что мы разбирали с вами рост мамы, рост папы, если вы заметите, там нет актуального роста ребенка. То есть эта формула учитывает генетическую предрасположенность ребенка, но не учитывает его актуальное состояние. Биологический возраст. Но это достаточно субъективная оценка. Как мы определяем костный возраст, рентгенолог или врач-специалист смотрит сравненно с картинкой из атласа. Атлас, например, Гролиха Пайо или Танру Байтхауса. Несколько есть систем. Но по сути это субъективная оценка. Мне кажется, что это косточка на тот возраст. Мне кажется, что это запястье на тот возраст. То есть это субъективная оценка, особенно в пубертате. Ну и многие предикторные модели основаны, конечно, на популяциях здоровых детей. То есть если идет речь об оценке и расчете целевого роста у ребенка с синдромом Шрешевского тернера, с синдромом Мунана, с ахондроплазией, это уже другие перецентральные таблицы, другие кривые росты. И, конечно же, ни одна из предикторных моделей не определяет ни психологические, ни эмоциональные, ни социоэкономические факторы. Я прошу, там со временем нормально еще, да? Уже можно. Закурлился, да? Ну, это формулы, тогда не буду на них задерживаться. Формулы есть разные, их в интернете легко найти. Кратко скажу о том, что мерить нужно по всей науке, если это аккуратно. Вы, наверное, и так знаете, пяточки к стенке, голова, там, линия. Желательно три раза, но никто этого не делает. Ну, вообще желательно. Мы также смотрим на сегменты темы. Дело в том, что недостаточно знать иногда рост ребенка, абсолютный рост. Желательно еще знать соотношение его верхнего и нижнего сегмента, поскольку это может определять гипнотический поиск. Если у ребенка мы видим несколько укороченные конечности, то это для нас индикатор смотреть, допустим, в рожденную какую-то патологию, в синдромы, в Шришетского термена, например, в синдроме НАНО. Если мы видим некое юнохоидное настроение тела, это уже совсем другая история. И пресловутые СДС ростом. Я бы хотела об этом рассказать, потому что меня слышно, да, вообще такой гулком стоит. Хотела об этом рассказать, потому что это все более становится модным и актуальным, и вы это не раз, я думаю, уже тоже видели. Стандартное отклонение от нормы – это статистическая величина. На сегодняшний день в эндокринологии мы уже немножко не очень любим перцентели, это не очень удобно, тем более, что перцентильные линии, они расположены неравномерно на кривой роста, они чем ближе к краю, тем уже расстояние между ними. А стандартное отклонение – эти линии расположены равномерно. И когда, допустим, я слышу от кого-то, что у ребенка такой-то рост, для меня это непонятно. Мне нужно знать, какого он возраста, какой он популяции, какого родителей, какого роста и так далее, какого он пола. А когда мне говорят, вот, девочка и СДС роста такой-то, для меня это более информативная подача информации. Да, конечно, обязательно нужна подходящая популяция. И последний слайд. Я бы хотела обратить ваше внимание на те критерии, по которым вы смогли бы, может, сориентироваться, когда же направлять ребенка с нарушением роста к специалисту. Ну, во-первых, это любое СДС роста менее 2,5. Эти формулы можно найти в интернете и посчитать, какой рост. То есть, если вы видите, что ребенок резко ниже популяции, СДС роста минус 2,5 – это универсальный критерий направления ребенка к специалисту. И для детей от 3 до примерно 10 лет наиболее информативным по методам доказательной медицины оказалось рост минус 2 в стандартных отклонения совместно с его явным отклонением от его целевого роста по родителям. То есть, мы рассчитываем целевой рост по родителям, какой он должен быть, и видим, что его точка, его кривая сильно ниже того, чего должно было бы быть, допустим, на 1 СД или больше. Ну, у детей, младше 3 лет, там целевой рост особо не посчитаешь, то есть не сопоставишь с нынешним ростом, поэтому здесь тоже критерии минус 2,5 СД работают. Для возрастной группы детей 10 лет и старше – это наиболее сложная группа для определения вообще нарушений роста, поскольку они очень гетерогенная группа. Ну, по сути, наиболее принятым критерием тоже является отметка минус 2,5. Если вы вдруг таких детей увидите, мы всегда будем рады их видеть, ссылайте, ну, все расскажем подробно. Спасибо большое. Мне кажется, я закончила. Спасибо большое. Мария Владимировна, ну, вот в нашей больнице доктора все абсолютно определяют вот эти отклонения роста, это здорово, то есть в этом плане, наверное, заслуга нашей кафедры антиокринологии. У меня вот несколько вопросов. Первое, вы сказали про догоняющий рост, и я так поняла, что это неплохо. Показайте, что вот просто какой может быть. А мы-то, педиатров, наоборот, учим, что там, где ребёнок, ну, что я неправильно поняла, догоняющий, там, где была, например, збор, да, о том, что особенно, если ребёнок начинает бурно расти, прибавлять массы, жди реализации метаболического синдрома. Поэтому мы на это обращаем внимание. Правильно? Да, это правильно. Здесь нужно различать, что такое догоняющий рост и что такое опережающий рост. Догоняющий рост возникает тогда, когда предварительно у ребёнка вдруг замедлился рост. Что-то случилось, ребёнок перестал расти или стал расти намного медленнее. Это, может быть, разные критерии лечения, ядрогенные такое воздействие или экономические и социальные факторы. Если ребёнок перестал расти, но после этого снова начал расти, и вот это называется догоняющий рост. А если ребёнок рос, рос нормально, и вдруг он начал опережать своих сверстников, это должно насторожить, конечно, врача. Ну вот ещё очень интересные данные Вы говорили. И вот всё-таки действительно страна-то наша многонациональная, но для нас 25 сантиметров в первый год жизни будет доположь. Я всегда вот лично в своей практике обращаю, вырос на 23 сантиметра, это повод к эндокринологии идти или к генетику. Права ли я или нет. Потому что вот всё-таки вьетнамцы, они совершенно другие рождаются. Они маленькие, у них никогда не бывает 10,5-10 килограммов в год. Они всегда не будут и вырастут на свои положенные 25 сантиметров. А мы все многонациональны. То ли мы когда-то перемешали, но у нас 25 сантиметров вне зависимости от национальности. Ну, я должна сказать, что, наверное, в первую очередь я не могу пожаловаться на то, что к нам поступают дети не по назначению. То есть те дети, которые к нам поступают, даже маленького возраста, с дефицитом, допустим, роста и с профицитом, это всё правомерные направления. Поэтому, наверное, я могу заключить, что педиатры всё делают правильно и как надо. Мы на этом, это очень важно. 23 сантиметра или 23. Ну, при этом, да. Можно больше. Чаще с детей, конечно, вырастают больше. Да. И третий вопрос. Вот нас всегда, наши эндокринологи, а мы воспитываем уроки профессора Касаткина, она ошибается, которая много лет руководила кафедрой и консультировала, она всегда нас учила. Вот смотри на половые признаки у мальчика и у девочек. Как только всё появилось, всё, рост прекращается. Поэтому, несмотря на то, что это 25 лет теоретически возможно, но если появилось в 10 лет, то всё, скорее, как и коренового, а может быть, ещё гормоном роста его можно привести. Да. Правильно? Да, действительно, вообще вопросы преждевременного полового развития и их влияние на рост очень актуальны. И, к сожалению, мы не всегда видим таких детей вовремя. Хотелось бы их видеть пораньше. И, конечно, преждевременное половое развитие однозначно отрицательно может влиять на рост. Поэтому, если есть признаки полового развития в 6, в 7, в 10, даже лет ещё, смотря на ситуацию более индивидуально, то желательно, пожалуйста, проконсультироваться с детским докринологом. Спасибо большое. Спасибо.